Доброе утро! В этот день, в 1903 году, братья Райт совершили свой первый полет на самолете. А в 1989 году появилась первая серия мультсериала «Симпсоны». А кто вы сегодня? Бесстрашный испытатель или же Гомер Симпсон? Наше утро, и мы начинаем. Раскрой в себе диву мастер-класс по ВОК от Ирины Хробостовой. Забавные советы «Лунатикам» или «Как сделать сотни тысяч просмотров» – советы из интернета. «Десять лет за Мурман» – хоккеист Роман Никитенко из Заполярья в Екатеринбург. Сегодня, 17 декабря, на Курском полуострове ожидается облачная с прояснениями погода. Местами умеренный снег и гололедица. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер северный, северо-западный – 7-12 метров в секунду. На севере области в порывах до 17 метров в секунду метель. В Кандалакше – минус 10 градусов. В Апатитах и Кировский – минус 11, минус 14. В Никите и Заполярном – 10 градусов ниже нуля. До 7 отпусти со столбик термометра в Североморске. В Мурманске – минус 2, минус 4 – снег. Удачного вам дня! Доброе-доброе утро! Сегодня у меня тренировка по ВОГу от прекрасного педагога Ирины Хробыстовой. Ира, доброе утро! Доброе утро! ВОГ зародился в 70-х годах 20-го века в Нью-Йорке и неразрывно связан с хаос-музыкой. Этот необычный стиль танца сочетает в себе хип-хоп, акробатику и модельные позы. Он завоевывает огромную популярность среди молодежи и представляет собой не просто танец, а целую культуру и способ самовыражения. Сегодня я познакомлюсь с базовыми элементами ВОГа – линиями, боксами, фейсами и разучу простую связку. Итак, начинаем нашу тренировку с разминки. Фиксируем руки на талии. Первый элемент – это линии. Давай в четырех плоскостях поработаем. Раз, два, теперь пояс обратно. Три, четыре, вверх. Пять, шесть, семь, восемь. Стороны. Раз, два, три, четыре и вниз. Пять, шесть, семь, восемь. Во время линий кисти тянем на себя и прокручиваем их от себя к себе. Вытягиваем руки вперед, возвращаем на талию. Затем вверх и снова на талию. В стороны и на талию. Отрабатываем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. От себя раз, два, талия, три, четыре, вниз, пять, шесть, семь, восемь. Следующий элемент ВОГа – боксы. Бокс – значит коробочка, то есть руки составляют угол 90 градусов. Да, да, да. В кистевом суставе, в локтевом, в плечевом, да, 90 градусов. Бокс. Бокс. Немного разнообразим разминку и выполним элементы по очереди на каждую руку. Пять, шесть, раскрыться, семь, восемь. Далее выполняем фейсы. Это работа кистями рук у лица. После того, как мы тщательно разогрели суставы и отработали базовые элементы, приступаем к разучиванию основной связки. Встаем боком к зеркалу. Да, руки у нас идут. Одна сверху, согнута. А давай мы лицом, оп, попробуй. Лицом посмотри, да. Вот локоть, да, прижми. Раз, а далее сгибаешь руку, кисти, да, и голову в этот же момент поворачиваешь. Три, четыре. Раз, два. Теперь крутим руками в локте. Три, четыре. И поздь. Давай. Теперь разучиваем позы для ног. Отводим ногу в сторону, вес переносим в противоположное бедро, добавляем плечи и отрабатываем. Теперь совмещаем движения и добавляем новые. Семь. И вот на этом моменте и восемь. Ты как бы да, да, да. От плечей руки выводишь и полз. Каждым разом связка становится все интереснее и разнообразнее. Мы продолжаем и встаем в позу. Опора на правое бедро, руки вытянуты в стороны, кисти тянем на себя. Раз, два, рука с ногой, три, четыре. И в этой позе стоим пять, шесть. Далее руки на пояс, семь, and pose. Далее делаем шаг в диагональ. Поворот вокруг себя и одновременно с этим поднимаем плавно руки вверх. Связка готова. Осталось отточить мастерство. Честно скажу, до этого дня я несерьезно относилась к Вову как к танцу. Но все эти богемные позы, шаги, плавные переходы и движения руками вскружили мне голову. Теперь я чувствую себя дивой и готова танцевать все утро на пролет. Юлия Константинова, Павел Третьяков, ТВ21+. Что приготовили звезды, узнаете прямо сейчас. Овны, ваше любопытство не знает границ. Благодаря этому качеству вы раньше всех узнаете все сплетни и новости. Однако и по носу можете за это получить. Тельцы, не надо сваливать все заботы в одну кучу. Распределите дела равномерно, чтобы выполнять их с удовольствием, а не в бешеной гонке. Близнецы, наконец-то период застоя сменился движением. Вы вновь чувствуете себя востребованным, а это именно то, в чем вы нуждаетесь. Раки, пришла пора исполнить вашу мечту. Не откладывайте в долгий ящик то, чего вы так долго ждали. Доброе утро! Наткнулся на одно интересное видео от влюбленной парочки Джея и Шерон. Ребята снимают ироничные ролики, выкладывают их в сеть и получают по сотням тысяч просмотров. На этот раз они решили затронуть тему лунатизма. Джей сообщил, что его девушка якобы стала страдать лунатизмом. Она просыпается в ванной, на квартире у бывшего друга, где-то еще. Врач паре не помог, потому что оказался обычным дантистом. И тогда Джей и Шерон решили задачу необычным способом. Они заметили, что девушка просыпается в одно и то же время. Джей стал заводить будильник и просто давать девушке швабру. И лунатизм, и ночная уборка одновременно. Интересно, а могут ли на это видео обидеться те, кто по-настоящему страдает лунатизмом? По мне, так очень забавный и милый ролик получился. Смотрите далее в нашей программе. Скучает, тоскует, но жизнь продолжается. Роман Никитенко, 10 лет отданных за полярному хоккею. Ловкость рук и никакого мошенничества. Превращаем деревянный спил в новогоднюю игрушку. Квидич в реальности и чудо-шоколадка. Новости, которые обсуждают в сети. Сегодня день рождения отмечает российская фотомодель и телеведущая. Первая россиянка, победившая в конкурсе красоты «Мисс Вселенная» Оксана Федорова. Поздравление принимает Светлана Бондарчук, российская телеведущая, модель, модный журналист. 46 лет исполнилась бы Нике Турбиной, поэтессе, известной своими стихотворениями, написанными в детском возрасте. Сегодня у нас, друзья, будет гость онлайн. Роман Никитенко, практически легенда мурманского хоккея с мячом. В составе «Мурмана» он провел почти три сотни матчей за 10 лет. Забил более двух сотен мячей. А с этого сезона выступает за первоуральский трубник. Звоним. Рома, привет! Как дела? Привет, Саш! Все отлично, все прекрасно. Настроение бомба. Все, радуемся и продолжаем прекрасно жить. Как, в принципе, переезд вам дался? Насколько тяжело? Да, в целом, все сложилось очень даже легко. Сами того не ожидали. Начиная с сделкой в Мурманске, заканчивая сделкой в Екатеринбурге. И дальнейшим переездом. То есть, житье, как говорится, бытие. Все отлично сложилось. Все прекрасно. Дети на местах, как говорится. Все отлично. Вы переехали, получается, живете в Екатеринбурге, а представляешь ты Первоуральск. Расскажи вот нашим зрителям, где это вообще Первоуральск находится? Это Свердловская область, так скажем, недалеко находится от города Екатеринбурга, от областного города Свердловской области. Ну, мне в целом удобно на машине добираться. Там буквально 30-35 минут я еду до машины на работу до Первоуральска. А проживаем в городе Екатеринбурге. То есть, ну, город Первоуральс славится своим новотрудным заводом, ну, и хоккейной командой. Класский трудник. Ты сам из Краснотуриинска, это буквально сколько, 400 километров же до Екатеринбурга. Да, 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 да. Буквально 400 километров, и это, как говорится, моя родина. Когда последний раз был? И будешь ли чаще теперь бывать на родине? Вот, был тоже, вопрос хороший, был давно уже, наверное, больше года точно прошло, не могу сказать точные даты. Когда буду, вот тоже хороший вопрос. У нас сейчас, то есть, получилось как, мы приехали, то есть, были на самоизоляции, апрель-май, потом в июне вернулись в Мурманск, ну, и вот, как говорится, там, закрутилось, завертелось по поводу переезда нашего на Урал, так скажем. Ну, и вот буквально все быстро, моментально, и даже до сих пор, до сегодняшнего дня еще не доехало до Краснотуриинска, потому что тренировки, игры, разъезды, переезды, то есть, есть выходной день, один день в неделю. Ну, и то, как бы, по-моему, мы тут работали буквально месяц, а то и два без выходных вообще. И на один день нет смысла ехать там, потому что много друзей, родственников и так далее, всех не обойти. Топ, давай так, твоих топ-3, почему ты скучаешь? Топ-3, буквально я вот буквально на днях прилетали мы в Мурманск, играли, да, с местной командой Мурман. Что, почему об этом скучают? Оно рыба, палтус. Вот, я на самом деле просто, я сюда домой привез палтус, то есть, ну, вот по продукции, да, по морской. Ну, на самом деле, как бы, все равно была ностальгия, потому что прожил в Мурманске около 11 лет, там, ну, 10 точно, там, плюс-минус несколько месяцев. Вот, ну, то есть, ностальгия по самому, по краю, по северу, да, по городу, ну, как-то вот есть такое, да, выражение, север притягивает, затягивает. Ну, и вот, меня в свое время затянуло на 10 лет, так скажем. Что-то как-то конкретно, ну, по команде, да, скучал по ребятам, то есть, увидел, как бы, там, обстановку стадион сам, потому что вот так вот провел, да, одну треть, как-то, свою жизнь на данный момент. В этом городе, на этом стадионе, прекрасно было воспоминание, атмосфера и так далее. Если бы забил Мурману, праздновал бы? Да, ну, нет, ну, это, как бы, такое, спротивно составляющее, да, то есть, получается, ну, как праздновал, ну, порадовал бы, естественно, голо, да, ну, прям, без каких-то таких, чересчур эмоций. Выиграли у Мурманска, да, приятно и отлично, тут, говорится, не буду никого обманывать. Все прошло так, как оно должно, видимо, было пройти, то есть, 5-3 победы, это самое главное, забил, не забил, это уже дело второе. После игры я вот лично наблюдал, когда болельщики к тебе подошли, наши местные, которых ты уже в лицо всех знаешь, что в этот момент почувствовал? Радость на душе, теплые воспоминания на самом деле, потому что эти болельщики, как-то я уже года два или три назад, наверное, отмечал их, то есть, да, ну, мы там, у нас тоже было честование, то есть, мы играли финал высшей лиги, да, и предоставили слово, то есть, я в микрофон рассказывал, говорю, что вот там есть определенная группа болельщиков, которая уже приходит и поддерживает, но на моей памяти каждый год, каждый матч, то есть, там у них там свое местечко, как говорится, свои определенные ритуалы, то есть, да, вот болельщики приходили, поддерживали, ну, и в целом, говорю еще раз, повторюсь, ностальгия, то есть, и слышно, как болельщик гонит, поддерживает команду, их не так много, да, но они сплоченные, и видно, что они настроены позитивно и дружелюбно к своей команде, да, и, в принципе, команде соперника, никогда я за эти года, за все это время не слышал каких-то плохих слов с трибуны, только, как говорится, позитив, да, доброта, то есть, северные люди, они добрые люди, хорошие. Вопрос по поводу статистики, в этом году ты еще ни разу не сбивал, как, насколько это тяжело дается? Ну, эмоционально есть немножко, да, чуть-чуть, как бы, я, в принципе, никогда не отличался каким-то прям таким, не было забивным прям форудом, не знаю, нападающим и так далее, то есть, так скажем, галеодором, да, пока не получилось всего своих определенных моментов, да, и ситуаций. Маленький груз есть такой ответственности, да, в этом отношении, но как прям сильно не давит, прям, прям, прям уж так вообще. Спокойно, справляйся, хорошо. Ну, не считал галеодором 200 шайб, наколотил 200 мячей за Мурман в свое время, пусть даже и большинство высшей лиги получилось. То есть, мы тебе желаем в любом случае в этом году как можно скорее свой счет бомбардирский открыть. Ну, у тебя пожелание что-нибудь Мурманску, у нас через две недели, как и у вас, в принципе, Новый год уже. Да, ну и самое, что могу пожелать сегодняшний, да, на сегодняшний день, на сегодняшний момент, это самое главное, здоровья огромного. Всем, да, нашим зрителям, телезрителям, да, друзьям и так далее, родственникам, просто каждому человеку желаю, главное, здоровья огромного. Но остальным, как бы, да, будем работать и добиваться наилучших и больших высот. Все, спасибо, Рома, удачной игры. Спасибо большое, всего доброго. Все, пока-пока. Пока-пока. Прямо сейчас продолжение гороскопа. Львы, спешка ни к чему хорошему не приведет. Постарайтесь давать себе время не только для работы, но и для отдыха. Девы, пора расставить все точки над «и». Если в вашей жизни есть незаконченные сценарии, самое время подумать о красивом финале, а не страдать из-за незавершенности. Весы, вам необходимо замедлить свой ритм жизни, чтобы заметить, что вы не сможете. Восстанавливайтесь, наконец, все возможности, которые вам предоставляются. Скорпионы, сегодня все валится из ваших рук, поэтому не стоит браться за важные дела. Постарайтесь провести день тихо и мирно, чтобы не навредить собственной репутации. В Мурманской области прямо сейчас проходит всероссийская многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда». Все это дело организовал Союз машиностроителей России. В отличие от прошлого года, по понятным причинам, в этот раз олимпиада проходит в онлайн-формате. Основная цель «Звезды» – это профориентация и развитие интереса у школьников с 6 по 11 классы к возможной будущей профессии в промышленности. Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» входит в перечень олимпиад школьников, призерам и победителям заключительного этапа которых даются особые права при поступлении. Такими особыми правами является возможность поступления без вступительных испытаний, а также право быть приравненным к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательным дисциплинам. Да, я люблю физику как сам предмет и планирую свою профессию связать с профессией инженера. В декабре состоялся отборочный этап, в котором школьники в течение часа решали задачи по направлению техника и технологии. Отборочный тур продлится до 20 декабря. Потом в январе подведут итоги и самые лучшие попадут в финал, где и сразятся за выигрыш и призовые места. Доброе-доброе утро, дорогие друзья! На носу Новый год и самое время украшать праздничную елку. А для тех, кто этого еще не сделал, я расскажу, как своими руками сотворить прекрасную новогоднюю игрушку. В этом увлекательном занятии нам будет помогать мастер Дарья Рудковская. Вместе со своими юными учениками она сделала столько самодельных зайчиков, мишек и оленей, что можно было бы украсить ими городскую елку. Отличная идея на следующий год. Но вернемся к нашей хендмейд-игрушке. Для начала приготовим все необходимое. Небольшой деревянный спил, акриловые краски разных оттенков, кисточки, ленточки и специальный лак. Затем берем простой карандаш и аккуратно, или кто как умеет, рисуем мордочку ушастика. Да, ваш зайчик может быть не похож на моего, у него может быть свой характер. Он может быть страшненький, кривенький, некрасивенький. Мы назовем это авторский. Карандашный набросок готов. Возможно, не у всех зайчик получится милым и наивным, как у Дарьи. Например, у меня он скорее потрепанный после тяжелого 2020-го косой. Такой уж авторский стиль. Ну а теперь берем в руку кисточку и добавляем свет, да поярче. Основной цвет у нас белый, да, для аксессуаров каждый может выбрать уже свои цвета. Вот я выбираю желтый, выкопает. А я золотой. Хорошо. Чтобы мой зайчик сиял. Привлекал богатство. Золотой, красный, синий или зеленый – здесь уже дело вкуса. Определяемся с цветом и аккуратными мазками в лучших традициях. Пикассо наполняем жизнью плоскую картинку. А затем переходим к следующему, завершающему этапу. Завершающий этап – это выбор ленточки. Да, смотрим. Сразу вы чертеж золотистый. Да, он, конечно, подойдет золотая. Вот. Отмеряем, вставляем, покрываем лаком и вешаем на елку. Ну что ж, вот такой вот симпатичный зайчик у нас получился. Я думаю, самое время повесить его на новогоднюю елку. Диана Бабаева, Борис Савельев, ТВ21+. Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России, на сегодня, 17 декабря – 73 рубля 42 копейки. Курс евро – 89 рублей 32 копейки. 10 норвежских крон сегодня равны 84 рублям 54 копейкам. Всем привет, друзья! Этим утром я решил пробежаться по соцсетям и нашел интересные новости, о которых хочу рассказать вам. Жители одной китайской провинции устали от нападков ОС, поэтому решили воспользоваться услугами коптера. Было решено начать настоящую войну с гнездами этих насекомых. Необычные летающие аппараты успешно добираются до гнезд, где бы те ни находились, и, как нетрудно догадаться, сжигают их дотла. Видеоролик, показывающий зрителям операцию по борьбе с соцами, многие посчитали довольно драматичным. От драмы переходим к комедии. Фанаты Гарри Поттера решили прокатиться на метлах по-настоящему. Отличное развлечение для экстремалов. Энтони Ньютон и его друзья отправились в швейцарские Альпы, чтобы заняться бейсджампингом и квиддичем. Перед тем, как отправиться в полет на метлах, они, как и в мире волшебников, крикнули заклинание левитации. Вингардиум левиоса! Таким образом прыжок получился не только захватывающим, но и зрелищным. Ну и напоследок сладкая новость. Я имею в виду про то, что она про шоколад. Шеф-повар из Лас-Вегаса сотворил шедевр, который жалко есть. Это 90-килограммовая скульптура, изображающая слона. На видео процесс создания этого чуда. Ролик широко распространился в интернете, и пользователям остается лишь гадать, как относиться к слону, как к лакомству или все-таки как к произведению искусства. На этом у меня все. Хорошего вам дня. Пока-пока. Увидимся. И вновь за советом к звездам. Стрельцы, этот день не подходит для деловых переговоров. Вы рискуете испортить отношения, которые выстраивали очень долгое время. Козероги, если окружающие утверждают, что идеальным все может быть только в кино, не слушайте их. Вы сами хозяин своей судьбы, так что берите от жизни максимум. Водолеи, сегодня вам может понадобиться дружеское плечо. Если нуждаетесь в совете, не стесняйтесь и обращайтесь к другу. Вы обязательно найдете поддержку. Рыбы, вы слишком много себя критикуете. Оставьте это занятие окружающим, ведь всегда найдется кто-то, недовольный вашим поведением. Знайте, что вы молодец. Ну и в конце выпуска, друзья, напоминаю, две недели осталось до Нового года. Две недели. Вот уже, кстати, елочка у нас организовалась. Надо ее нарядить. Удачного рабочего дня, друзья. Наряжайте свои елочки и, конечно же, не болейте. Редактор субтитров А.Семкин